Субтитры делал DimaTorzok Разумеется, не весь крафт бесполезен в плане заработка. Есть некоторые условия, которые позволяют вам зарабатывать. Детали, которые редкие, которые на некоторых станках производятся и так далее и тому подобное. Но! Именно сама концепция крафта в этой игре как таковой убита здесь напрочь. Сразу предупреждаю, сейчас скорее всего будет много всякой нудятины. Если вам такой тип видосов не интересен, то можете сразу переключаться. Ну а те, кому же все же интересно послушать, милости прошу. Казалось бы, такая простая концепция как крафт могла бы быть очень выгодна. Допустим, как в нашем мире, то цена ресурсов у нас гораздо дешевле, чем конечный продукт. Ну, в большинстве случаев. Вы, конечно, можете сказать, что вот автомобильное производство, оно наоборот работает в убыток. С одной стороны, да, готовая машина гораздо дешевле, чем ресурсы, затраченные на нее. Но большинство автомобильных компаний зарабатывают по большей части не продажей автомобилей, а продажей зипа. Поэтому эта концепция в рамках игры, ну, не подходит. Так вот, к чему я все клоню. Рядовой игрок, который зайдет в игру, ну, новичок будем считать, столкнется в игре с крафтом, который, казалось бы, весьма интересно устроен. Вы крафтите синенькие детальки, потом скрафчиваете их вместе, получаете бирюзовую и так далее и тому подобное. Но если копнуть немножко глубже, посчитать количество ресурсов, которые на это все тратятся, в итоге получается, что большинство производства в игре, просто вот практически все производство, чего бы то ни было в этой игре, невыгодно с точки зрения использования ресурсов. Например, давайте возьмем что-нибудь простое. Ну, к примеру, толстяк. Его стоимость на рынке сейчас 408 монет. Переходим на сайт CrossoutDB, который нам считает всю стоимость производства, позволяет все это хорошенько посмотреть. Заходим в него, заходим во вкладку производства и видим то, что произвести эту деталь невыгодно аж на 84 монеты. Так это при том случае, если мы предыдущие детали просто купим. Если же мы раскроем всю ячейку производства, то получится, что производство этого толстяка невыгоднее на 115 монет. Так это только толстяк. А есть такие вещи в игре, как, к примеру, пламя, которое вообще стоит 230 монет. Его как бы тоже можно скрафтить. Но какой человек в здравом уме будет крафтить пламя, при этом уходя в минус на 267 монет? Вы спросите, откуда они появляются на рынке? Да их просто как бабушки на наследство передают игроке от одного к другому. Один поиграл, ему надоело, он продал их за какую-то там минимальную цену. Второй поиграл, продал, третий поиграл, продал. И вот такой вот круговорот низкостоящих предметов происходит. Никто в здравом уме не будет крафтить такой предмет. Ну, либо только, может быть, какой-то новичок, который еще не разобрался в стоимости крафта. Я, конечно, еще не утверждаю, но не буду спускать со счетом, что, возможно, еще разработчики с каких-нибудь пресс-аккаунтов докидывают какие-нибудь ресурсы на рынок, чтобы они хотя бы там были. Это, конечно, только моя догадка, но почему бы и нет? Получается, в большинстве своем, всех предметов в игре, которые существуют, а их существует немало, покупать предметы гораздо выгоднее, чем крафтить их с нуля. Максимум, где можно получать стабильную небольшой прибыль, это на синих деталях и бирюзовых. Ну и, разумеется, на деталях, которых производить вы не можете, которые также являются краеугольным камнем этой игры. К примеру, такие вещи, как мельник, производить нельзя, потому что там был станок, который когда-то-то позволил производить эти мельники, и сейчас цена на них выше. То же самое с циклоном и так далее и тому подобное. Есть предметы, которые производить вы просто не можете. И это я даже не говорю о легендарных деталях, производство которых может, ну, с нуля просто уходить в лютейший минус. Сколько? Да ты шо охуел, блять, сука? Тогда получается, соответственно, закономерный вопрос. А нахрена нам нужны все эти ресурсы в игре, если производство деталей за эти ресурсы? Невыгодно. Давайте мне просто забои монетки, и я буду просто покупать детали, которые мне нужны. Мало того, что заработок ресурсов в игре совсем неравномерный, и одних ресурсов вы получаете больше с боев, других ресурсов вы получаете меньше, причем в стоимости меньше. То есть игра никаким образом не уравнивает получение ресурсов в PvP и в PvE. И это не просто так. Я провел практически час фарма в игре с зарабатыванием ресурсов, и самый выгодный из всего, что можно получить, это пластик. Его заработок, даже с учетом того, что мы будем покупать бензин, гораздо выгоден, чем любой другой рейт или PvP бой, разве что левиафаны могут с ним посражаться, особенно если у вас есть нормальная команда, с которой вы можете быстро зачищать левиафанов, ну, в районе там полторы-двух минут. Тогда да, вы действительно будете получать много, потому что вот эти 12 игр, которые я отыграл в левиафанах, это были долгие игры по 5 минут с рандомами где-то, ну, в общем, было тяжело. Но даже они, такие игры, ну, не сравнятся пока что со средними рейдами, с рандомами. Но если вы будете играть своей командой, то левиафаны уже могут действительно зарабатывать вам, и может быть даже гораздо больше пластика. Проблема заключается в том, что если мы пойдем на рынок и отсортируем там все по меди, мы увидим, что количество предложений по меди в этой игре такое огромное, что она нахер никому не нужна. И теперь закономерно многие спросят, а как же в игре тогда зарабатывают? Спекуляции. Большинство заработка в этой игре заточены на флиппинге и манипуляции с ценами. То есть вы можете взять, к примеру, какой-нибудь уравнитель, поставить минимальную цену на него, и, когда вам его продадут, выставить его на продажу за большую цену. И таким образом на разнице, ну, немножко заработать. Но у этого заработка есть два основных минуса. Во-первых, этот предмет вам должны продать. Потому что вы, когда ставите закупку, вы ставите только, к примеру, то, что вы купите его там за 333 монеты. Я не буду ставить низкую цену, потому что... Хотя ставил высокую все равно. Вот, допустим, я куплю его за 333 монеты. И если мне его продадут, то я выставлю его на цену выше и заработаю там монет 10-15. Но мне придется подождать для начала. Может быть час, может быть два, а может быть день, два, три, а может быть и всю неделю. И вся проблема в том, что здесь огромное количество всяких таких спекулянтов, которые увеличивают цену на центик, на сотую долю центика. А вы, к примеру, не можете постоянно сидеть на этом рынке, оно вам нахрен не нужно. И ваш вот этот заказ будет выполняться очень долго. Поэтому игра в вас ведется не к катанию в боях, а сидению просто на рынке и переставлении вот этих вот центиков. Но даже когда вы дождетесь покупки этого предмета, когда вы выставите его на продажу, его тоже должны купить. И вы можете продождать еще неделю до покупки этого предмета. И будут такие же спекулянты, которые будут уменьшать цену на центик, на десятую долю центика, на сотую долю центика. И ваш предмет улетит очень высоко по списку. А второй минус данного заработка заключается в том, что для него вам нужны монеты. Спекулировать на разницы в перепродаже вы можете только в том случае, если вам есть чем спекулировать. Ну а также еще многие люди зарабатывают ожиданием, когда цены на какие-то предметы должны подняться. К примеру, вот недавно проскочила вроде бы инфа о том, что в новом обновлении завезут станок, на котором можно будет апать Аполлон. И вот один из моих знакомых закупил, по-моему, три Аполлона и сидит теперь ждет, когда цена на них поднимется. Но если у него есть деньги на закупку трех Аполлонов, то у меня или у кого-то другого игрока, к сожалению, таких вещей нет. Но это не отменяет того факта, что тема этого видоса крафт. И крафт в этой игре получается говно. Именно сама как концепция крафта. Все это сводится к такой ситуации, что по сути все ресурсы, которые вы получаете за ПВП, бои, за рейды, вам проще на самом деле продавать. А потом уже на эти монетки покупать готовые детали. Поэтому, друзья, дам вам один совет, если вы все же начинаете играть в Кроссаут сейчас, и вам захотелось что-то скрафтить в игре, для начала зайдите все-таки на сайт Кроссаут ДБ, посмотрите, действительно стоит ли вам тратить время и ресурсы на крафт нужного вам предмета, либо проще будет этот предмет купить. Конечно же, мое мнение, наверняка, мало кого заинтересует, но все-таки, я думаю, если бы в игре крафта как такового не было, то особо на игру это никак не повлияло. Потому что ни цены на крафт, ни цены на ресурсы, ни цены на готовые детали, нелогичны, необоснованы ничем здесь. Соответственно, и смысла не имеет абсолютно никакого. Ну и на этом все, друзья. Я надеюсь, это видео было, может быть, в какой-то мере полезно некоторым, а для кого-то, может, познавательным. Подписывайтесь на канал, друзья, ставьте лайки и колокольчики, чтобы не пропускать новые видео, также стримы. И играйте только в хорошие игры. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok